Всем привет, меня зовут Рафаэль, вы на канале Слеза Сатоши. Сегодня мы кратко разберем проект FAY протокол, токен сейл, так называемый, которого уже прошел. Что необходимо было сделать, чтобы приобрести токены FAY? Необходимо было купить за свои стейблкоины эфиры и залочить их под эти эфиры вам бы выпустили стейблкоины FAY. Давайте вкратце поговорим о том, что же такое FAY протокол. FAY протокол это аналог MakerDAO, это DeFi проект, который имитирует стейблкоины, обеспеченные в случае MakerDAO. Это токен DAI и второй токен DAI, это 1 к 1 к доллару, и вторая монета это governance монета, MKR. Что же такое FAY протокол? FAY протокол это стейблкоин FAY, аналог DAI, обеспеченный криптовалютой, и governance токен TRIBE. Те, кто участвовали в FAY протокол, так называемом токен сейле, должны были купить за свои стейблкоины эфиры, залочить эти эфиры, условно на 10 тысяч долларов вы купили эфиры, залочили эти эфиры в токен сейле, и получили стейблкоины FAY, которые, три варианта, вы могли просто оставить, и к ним вы получили бы какой-то процент токенов TRIBE, governance токенов небольшой, либо вы за токены FAY, за их половину, купили бы половину токенов TRIBE, и таким образом у вас было бы 50% стейблкоинов FAY и 50% TRIBE. В этом случае вы могли бы направить эти две монеты, которые в равных долях, в пул ликвидности, и за счет комиссии в пуле ликвидности вы бы могли, наверное, зарабатывать. Но участвовать в пулах ликвидности на краткосрок не очень интересная затея, и лично я планировал принять участие по третьему варианту, получить стейблкоины FAY и за них их свапнуть в токены TRIBE, соответственно, иметь governance токен TRIBE. Но дело в том, что огромное количество участников пришло на этот токен сейл, и было залочено просто нереальное количество эфиров. Соответственно, токены TRIBE, которые выделялись на этом токен сейле, они стали доступны тем, кто участвовал на токен сейле, по 2 доллара 60 центов. Сегодня этот governance токен TRIBE стоит 1 доллар 70. Некоторая паника у тех, кто участвовал в токен сейле. А стоит ли нам покупать governance токен TRIBE? Сегодня мы попробуем разобраться, посчитать экономику, и после этого уже примем решение, от какой цены имеет смысл это все дело откупать. Итак, что необходимо сделать? Вообще, что такое FAY протокол и чем отличается стейблкоин FAY, к примеру, от того же DAI? DAI, вы знаете, это стейблкоин, обеспеченный криптовалютой проекта MakerDAO, и его можно назвать независимым, децентрализованным. FAY отличается тем, что этот стейблкоин может быть дешевле доллара, но в этом случае те, кто, грубо говоря, обменивают стейблкоины FAY, какая-то часть FAY будет сжигаться. Таким образом, при низкой цене стейблкоина FAY, она будет, скажем так, выравниваться к доллару, и наоборот, если токен FAY будет дороже, то есть она, грубо говоря, самостабилизируемая, то есть стабилизируемый стейблкоин. На самом деле, это очень крутая идея, в которую поверили крупные инвесторы. Среди инвесторов, которые зашли в этот проект, такие ребята, как Андерсон Хоровиц и Coinbase Ventures. И, разумеется, мы на такие проекты обращаем внимание. И в такой проект хотелось бы, конечно, зайти. От какой цены стоит покупать governance token tribe, и какая его цена будет разумна для покупки? Сегодня капитализация всех токенов tribe, которые в циркуляции, составляет чуть больше 400 миллионов долларов. К примеру, МКР, governance token maker DAO, на текущий момент 2 миллиарда 300 миллионов, но они все в циркуляции. 99% монет в циркуляции. В случае tribe в циркуляции находится 25%. Нам необходимо разобраться с тем, какое всего количество токенов tribe, и каким образом они будут дистрибутироваться, для того, чтобы примерно понять, по какой цене его логично было бы купить. Уже сегодня, если вы купите по 1,70$, у вас будет преимущество перед теми, кто участвовал в токен сейле. И, возможно, уже сейчас неплохая точка для покупки. Я не буду давать какие-то конкретные рекомендации, я лишь расскажу, как я планирую действовать. Итак, нам необходимо разобраться, сколько всего монет, и как они будут имитироваться. Ну, максимальная возможная эмиссия 1 млрд монет. Нам необходимо обратиться к документу, где можно будет узнать, какой объем токенов у команды, какой объем токенов у инвестора и так далее. Здесь в статье они приводят информацию о том, что 2% монет будет выделено на гранты, всего 5% приобрели инвесторы, 10% стейкинг, Genesis 10%, команда 13%, IDO, те самые токены Tribe, которые были имитированы в результате токен сейла, по 2 доллара 60 центов, 20% и DAO, 40%. Разумеется, вы знаете такие примеры, как Compound, к примеру, которые имитировали свои токены и имитируют каждые сутки какое-то количество среди тех, кто наполняет пулы ликвидности или берет в кредит, или дает в залог свои какие-то криптовалюты. Здесь 40% DAO, примерно та же схема. Это абсолютно нормально, и этот объем нас не беспокоит. Нас интересует этот объем, который уже имитирован, и еще 5% монет, которые уже в рынке. Что это за монеты? Токены инвесторов или не только? А когда будут разлочены токены команды, к примеру? За стейкинг я не переживаю, за гранты я не переживаю, я за Genesis даже не переживаю. Переживаю только за еще 2 объема. 13% команды и 5% инвесторы. Но дело в том, что в этой статье особо не приводится, скажем, понятная схема разлоков имитирования дистрибуции этих токенов. И в этом весь минус. Как здесь все это дело отражено? В течение, каждая палочка это 1 год. Соответственно, они показывают, как будут имитироваться токены в течение 5 лет. Я так понимаю, что столбики справа, это имитирование в первый год. То есть, грубо, справа налево, как кто у нас там, японцы пишут, справа налево, или арабы. В общем, не суть. Смотрите, обратите внимание, Genesis сразу же имитировано получается. IDO, те самые токены, которые на токен сейле, трай получены, сразу в первый год. Стейкинг, в первый год небольшой объем. И инвесторы, линейный разлок в течение 4 лет. Инвесторы уже не сильно беспокоят, но нужно понять, какая цена была покупки инвесторами токена Трайб. И это мы сегодня тоже разберем. Но вот это все очень ненаглядно, учитывая то, что многие проекты отражают линейную форму на графике разлоков монет. Странно, что они это не предоставили. Я обратился в дискорд проекта, задав команде вопрос по поводу таблицы разлоков, дистрибьюции токенов, но, к сожалению, внятного ответа не получил. По какой-то причине это не совсем прозрачно и это не очень хорошо. Но это может быть как в пользу зарос токена Трайб, так и наоборот. Никто не знает. Мы постараемся сейчас разобраться. Итак, по какой цене покупали инвесторы? Для этого мы обратимся к документу, в котором есть информация о том, что 19 миллионов долларов было инвестировано в FIA протокол, а 5% монет, которые получили инвесторы, соответственно, один токен у нас получается 38 центов. Один токен Трайб по 38 центов был доступен инвесторам и будет линейно разлочен. Линейно разлочен. Это на самом деле форма разлока вполне нормальная, но 38 центов это сильно отличается от текущей цены. Напомню, текущая цена 1,70. По 2,60 он достался всем остальным. По всей видимости, имитированные 25% монет это токены и инвесторов, которые сейчас уже начинают разлачиваться, и токены, давайте посмотрим, команды, которые в первый год тоже начинают постепенно разлачиваться. Но вот какой объем, не очень, конечно, наглядно. С этим обязательно нужно будет разобраться. В телеграм-канале я обязательно опубликую такой график разлоков, если кто-то из наших зрителей или сама команда предоставит открытую информацию на этот счет. По моему мнению, токен Трайб имеет смысл, учитывая все вышеперечисленное, покупать все, что ниже доллара. Если инвесторы покупали по 38 центов, то мы с двумя-тремя иксами от инвесторских вполне можем себе позволить купить токен Трайб. По моему мнению, этот governance токен такой же интересный, такой же фундаментальный, как токен проекта MakerDAO, токен МКР, governance токен, или комп, governance токен проекта Compound. Во всех трех проектах, и в MakerDAO, и в Compound, и в Fee Protocol участвует Coinbase Ventures, Андерсон Хорвиц, и я думаю, что такой токен, как Трайб, легко может появиться на бирже Coinbase. Ничто ему, собственно, не мешает. В случае, если цена токена будет 1 доллар, капитализация имитированных монет составит 250 миллионов долларов. Учитывая, что сейчас бычий рынок, это вполне неплохая цена для того, чтобы в эту монету зайти. Покупать эту монетку по доллару будет не так опасно, по моему мнению, потому как, если даже она просядет и начнется медвежий тренд, по моему мнению, все-таки, это более-менее фундаментальная монета, в которую инвестировали крупные фонды, и ее будет иметь смысл докупать. На какой объем вы будете покупать, по какой цене, это исключительно ваше решение. Я в свой портфель ее буду покупать не больше, чем процента на 3. Соответственно, сам фей протокол, по моему мнению, достаточно фундаментальный. Сейчас стейблкоин фей стоит 80 центов. Так и было запланировано в течение какого-то времени. Эта стоимость будет приравнена к одному доллару постепенно. И еще раз напомню, фей стейблкоин отличается даже от такого стейблкоина, когда и децентрализованного, обеспеченного криптовалютой, тем, что он, помимо всего прочего, еще и самостабилизируется за счет, еще раз на всякий случай приведу пример, как я это понял. Если при цене стейблкоина ниже доллара кто-то захочет его, грубо говоря, продать, сжечь, обменять, обменять, то в этом случае 20%, если при 80 центах, 20% стейблкоина фей, которых не достает при этой цене, будет сожжено. Таким образом, она и будет стабилизироваться, эта монета. По моему мнению, проект очень крутой, очень интересный. Твиттер, к сожалению, на Занзибаре не работает, поэтому твиттер открыть не могу и показать, кто следит за этим проектом. Я желаю вам удачи. Тем, кто участвовал на токен-сейле, к сожалению, у вас монета по 2 доллара 60 центов вам досталась. Я вам рекомендую в этом случае, в случае просадки токена Трайп, докупить эту монету, свой портфель, усреднив цену. Всем хорошего настроения, друзья, на связи, пока.